Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и это очередной воскресный подкаст, в котором мы с вами поговорим о том, что было, что будет и что сейчас есть на канале. Далее немножко о тех играх, которые у нас вышли и которые еще выйдут, ну и по мелочам, про всякие планы и прохождение. Начнем с того, что закончили мы с вами прохождение Call of Duty Advanced Warfare. Мультиплеер, на мой взгляд игра клевая, каждая миссия захватывает и иногда складывается такое ощущение, что даже в каждой миссии это как маленький какой-то мини-фильм со своей историей и этим вот она меня зацепила. Поиграл я также немножко в мультиплеер, у меня получилось это только всего лишь три раза, потому что с серверами были дикие какие-то проблемы, то у меня не было просто времени. Мультиплеер тоже неплох, но на мой взгляд это тот же Titanfall, который уже был. Да и, не знаю, просто лично для меня нет времени, чтобы играть еще и в мультиплеер. Так, побегал, да, посмотрел, что там есть, в принципе, можно убить пару часов вечерком в нем, но это, так скажем, не на меня, это на любителя, кто любит мультиплеер. Если есть батла, например, то я бы, может, и в батлу поиграл, просто тут все зависит от времени и желания. Ну и, повторюсь, были проблемы с серверами, не знаю, потом выходили какие-то патчи, какие-то обновления, вроде как писали, что все там уладили и что сервера работают более-менее стабильно, но не знаю, верить или нет, это уж дело каждого. Также сейчас посмотрим, друзья, что у нас там вообще на канале. Спрашивают меня попробовать по поводу Alien и Evil Within. Я затрагивал в прошлый раз этот вопрос, многие спрашивали, будут или нет. Ребят, насчет Evil Within пока вообще не знаю, потому что, честно сказать, ну не тянет меня играть в эту игру. И, скорее всего, наверное, в ближайшем времени она продолжена пока на канале не будет, потому что ее и вместить сейчас некуда. Да и, если нет желания, я уже говорил до этого, что когда у меня нет желания играть в какую-то игру, то через силу я снимать не буду. Сразу скажу, что игра не остановлена, точнее не закончена, мы ее, скорее всего, пройдем, но не сейчас. Что касается Alien, то тоже пока не тянет меня играть в Alien, и, не знаю, может быть, если появится как-то внезапное настроение, я сниму и выложу, но не хочу ничего обещать заранее, поэтому она пока тоже в таком подвисшем состоянии. Что касается DayZ, DayZ Путь Отшельника, мы играем, мне нравится, очень-очень пока все складывается здорово. Не все, конечно, на канале понимают всю суть, но когда я объясняю в сериях или в комментариях новопришедшим людям, то они как бы, ого, интересно, здорово, и поддерживают эту идею, подсказывают. И спасибо вам еще раз огромное за советы, за вашу помощь, за вашу поддержку лайками, комментариями и всем-всем-всем остальным. Вот, это что по поводу DayZ мы продолжаем, пока он не заканчивается, там еще много-много всего, добавили каннибализм, говорят, скоро машину добавят. То есть, есть пока чем там заняться, поэтому, почему, наверное, я знаю, многие спрашивают, почему, почему выходит только две серии в неделю. Ребят, я сделал расписание, вы его сможете увидеть в группе, так что если вас нет в группе, вступайте в группу, ссылочка под видео, описание будет в шапочке закреплено. Там вы увидите, собственно, как выходят серии. Если чего-то не будет, то я буду об этом сообщать. А по поводу, почему две серии в неделю, потому что, друзья, просто, если я буду постоянно это выкладывать, то у меня отпадет очень быстро интерес к игре, мне она просто надоест. И тогда это, дай бог, на одну неделю и все. А так, как бы, и у вас подкапливается интерес, и вы ждете серию с нетерпением, и мне интересно поиграть, когда я несколько дней отдыхаю. То есть, вот в таком плане. И плюс успевают набраться просмотры, лайки, потому что это, друзья, тоже, как бы, играет свою роль. Потому что, когда у тебя есть канал, и ты снимаешь для людей, то хочется получать отдачу в виде просмотра, в виде лайка, в виде активности. Когда эта активность меньше, чем на чем-то другом, да, то и желание, оно тоже немножко угасает. Поэтому, вот, многие меня спрашивают, почему у тебя такой канал вялый? Мол, у тебя там, почему по 20 тысяч тебя не смотрят? У тебя же там почти 50 тысяч подписчиков. Почему тебя так плохо смотрят? Потому что, друзья, у меня канал разноплановый, я знаю кучу таких же каналов, как и мой, где среднее число просмотров где-то тысяча-полторы, и колеблется вот от 500, там, до 2000, да, при тех же там 40-50 тысячах подписчиков. И это абсолютно нормально, потому что, когда канал разноплановый, многие люди подписываются на чем-то одном, другие на другом, и не все они должны смотреть все, что выходит на канале. У меня в свое время на канале очень много людей подписалось на FIFA, на DZ. Это, я думаю, видно и по тем просмотрам, которые есть. Многие начинают меня сравнивать с FIFA, которые есть на YouTube, такие как Panda, Kefir, там, я не знаю, Creative. И, ребят, эти люди, они поднялись за счет FIFA, за счет подписчиков, собранных вот именно на спортивной тематике. У меня есть, да, какой-то процент тоже на FIFA, но я не отношусь к FIFA, то есть это не основная тема моего канала. Да, я снимаю футбол, он выходит каждый день, я стараюсь уделять ему время, но многие начинают от меня просить того же, что делают FIFA, у которых как бы основная тема канала это именно FIFA, в которую они вкладывают все силы, какие-то идеи придумывают. Я стараюсь, да, что-то тоже делать, но, например, у меня не всегда есть время сделать какую-то обработку видео, например, каждую, каждую серию делать нарезками. Там, наложить музыку или еще что-то, и начинают критиковать, сравнивая меня именно с FIFA, и каждый делает что-то свое. Например, мне приходится снимать разноплановые игры, и в каждой игре успевать следить за сюжетом, там, я не знаю, еще что-то, еще что-то, еще что-то. У тех людей, у которых канал посвящен FIFA, они все время уделяют FIFA в основном. Да, например, есть у Creative там какие-то еще игры, но их не так много, как FIFA, например, да. И, ну, в общем, каждый-каждый делает то, что он может, и он делает это так, как он может. Просто, например, я... У меня понятие, например, карьера FIFA, мне нравится снимать полноценные матчи, многие просят нарезки. Нарезками у меня идет OneUp, идет Ultimate Team. Там, да, я вижу смысл сделать нарезкой, потому что в OneUp, например, нужно сконцентрировать больше моментов на одном игроке. В Ultimate Team просто много опасных моментов, интересная игра. А, например, карьера за Zenit, я не вижу смысла делать матч нарезкой, потому что это просто потеряет весь, так скажем, всю суть матча. Да и 20 минут, на мой взгляд, это не такое большое время, чтобы посмотреть. Так что... А кому не нравится, ну, тут уж, как говорится, на вкус и цвет. Кому не нравится, вы можете смотреть FIFA, их на YouTube полно. И по поводу карьер тоже мне просят, там, сними карьеру за другую команду, ты надоелся своим Zenit. Друзья, я не буду прерывать просто по какому-то вашему хотению, по щелчку, там, вот, эту карьеру я бросил, начал другую, она не понравилась давать и третью. Нет, ребят, эта карьера пока идет, пока мне она нравится, многим людям тоже нравится, мы ее продолжаем. Потом, да, я не спорю, что, может быть, я начну и за другую команду, также у нас есть онлайн-матчи, где я играю за разные команды. Так что большой-большой выбор, что есть для просмотра, у вас, вам предлагается. Ну и также всем огромное спасибо, кто принимает участие в играх клуба Профи. Мы играли на прошлой неделе, играли вчера, очень клево, всем огромнейшее спасибо, кого нету, тоже вступайте в группу, в темах есть отдельное обсуждение, это клуб Профи, там показано, как вступить в команду, мы проводим матчи, собираемся и играем. Пока запись не выходит, потому что на это тоже нужно время, оно не всегда есть, потому что даже, вот, многие, наверное, не понимают этого, но на самом деле, даже сняв ту же Ultimate Team два матча, это, во-первых, надо потратить целый час сначала, чтобы это снять. Не всегда получается снять интересный матч, потому что, может быть, с соединением проблем, может быть, какой-то парень выйдет, там, во время матча, и это тоже, ну, что там, 20 минут, например, игрового времени отыгрался, и он вышел. Это тоже неинтересно, поэтому приходится знать два интересных матча, потом сделать нарезку, на это тоже нужно потратить время, потому что надо посмотреть, какие эпизоды там были интересные. Если по возможности наложить какую-то музыку, все это еще отрендить, на это тоже нужно время, потом еще загрузить на YouTube, подождать, пока все обработается. И так сразу, не всегда есть столько времени, бывает, я иногда успеваю записать, но не успеваю обработать, не успеваю сделать нарезку, не успеваю там отрендить, не успеваю залить. И поэтому иногда выходит вот так вот что-то, например, карьера или там еще что-то, что-то, что-то там другое То есть на это все тоже нужно время, я надеюсь, вы это понимаете И за это огромнейшее вам спасибо за вашу поддержку По поводу новинок Мы посмотрели с вами демо... Ну, первый взгляд был на Pro Evolution Soccer 2015 Наверное, свое мнение я высказал в видео Кто не смотрел, посмотрите, есть на канале первый взгляд Я не хочу как-то сейчас поднимать эту тему, что лучше FIFA или PS На каждую игру есть какой-то свой, так скажем, потребитель И каждый выберет то, что ему больше понравилось А если я снимаю на канале FIFA, это не значит, что я дно И не знаю, что такое PS Я в PS играл еще с 2004 года, с той версии И, на мой взгляд, вот лично, на мой взгляд, игра изменилась только в 2006 году С FIFA После этого лично для меня PS не менялся практически ни в чем Кроме там как-то улучшалось, может быть, чуть-чуть движение игроков Чуть-чуть графика и чуть-чуть сами футболисты А так, вот сейчас я включил 15-й год На мой взгляд, это про Evolution Года три назад то же самое было Но это лично мое мнение Я ни с кем не хочу спорить Доказывать что-то, ударяя себя в грудь Каждый выбирает то, что ему по душе Также лично для себя я посмотрел на этой неделе Assassin's Creed Unity, который вышел Что могу сказать У меня i3 Proc на 2.8, по-моему, или 2.9 ГГц 4 ГБ оперативки GTX 660 на 2 ГБ памяти При этом у меня игра запускается даже на высоких При высоком разрешении выдает от 30 до 40 фпс Но из-за кривой оптимизации у нее постоянно идут фризы Вне зависимости записываю Я не записываю В некоторых заставках были проседания фпс То есть, если для себя я мог поиграть То для канала мне просто не хочется снимать Вот эти вот подтормаживания, лаги Многие-многие даже на супер мощном железе У меня много знакомых, много друзей У которых с двумя видеокартами С i7 Proc, с видюхой, чуть ли там не титан У них такие же проблемы И то есть, это дело не столько в моем железе Потому что я вижу, что компьютер у меня не отдает себя на 100% Не загружен ни память, ни процессор И эти залипания, они сделаны просто из-за кривой оптимизации Я надеюсь, что патчи когда-то там поправят это все дело Плюс сейчас, ребята, тут у меня к вам просьба Если у вас есть возможность помочь материально Я собираю сейчас деньги на новый процессор и на оперативную память Так что если у вас есть какая-то возможность Хотя бы там, не знаю, 50 рублей, какая-то копеечка Переводите Буду очень благодарен Кошелек есть также в описании в каждом видео И, собственно, буду улучшать компьютер Чтобы именно вас радовать новинками Потому что сейчас Ну, вы сами понимаете Снимать, когда будут какие-то подвисания, лаги Я не вижу в этом смысла Потому что для просмотра Ладно, я играю там, например, для себя Где-то подлагнуло Это не столь страшно Но когда человек смотрит Ему хочется смотреть приятную картинку Хочется, чтобы все хорошо показывалось А не поддергивалось, подвисало Это как-то тоже стремно будет смотреться Поэтому Ассасина Скрит Юнити пока не будет на канале До апгрейда Когда он будет, я пока не знаю, друзья За деньгами действительно сейчас напряженка Скоро праздники Поэтому я и прошу вас какой-то небольшой помощи Кто может Ну, а если не может, то все равно спасибо Также я посмотрел для себя Far Cry 4 Возможно, он будет на канале Но позже Игра, на мой взгляд Знаете, как глобальное дополнение к Far Cry 3 То есть сама по себе игра не изменилась Изменилось место, игровое действие, сюжет А также это тот же Far Cry 3 Но вот с цифркой 4 Так скажем Far Cry 3 с половиной Но все равно здорово, здорово Но пока мне не хочется затраивать именно такую глобальную игру Потому что я помню, мы с вами долго и третий проходили Так что четвертый, скорее всего, будет попозже А по поводу расписания и того, что будет на канале У нас будет... Я сейчас даже специально открою еще и себе расписание Будет выходить в понедельник у нас FIFA И новинка Randall's Monday Это игра-квест Такой рисованный квестик Там мы играем за парня Ну, в принципе, в прохождении, наверное, вам расскажу О чем суть Единственное, что могу сказать, кто смотрел Кино Кино, по-моему, Фред и Молчаливый Боб Вот здесь будут присутствовать эти персонажи В каких-то эпизодах, по-моему И озвучивали действительно Те же Артисты Что и в фильме Ну, кто смотрел Это была Догма Клерки Наверняка многие смотрели эти фильмы Об этих парнях Вторник и, значит, Randall's Monday У нас будет понедельник и четверг FIFA будет идти постоянно Ну, там будет Как бы одна серия в день И то, что у меня будет получаться, друзья Либо карьера, либо one-up Либо ultimate team Либо онлайн-матч И все будет зависеть от моего Времени свободного Вторник и пятница DayZ И среда-суббота Это LEGO LEGO Star Wars Мы сейчас За комплит сага проходим Спрашивали у меня Про LEGO Batman 3 Он будет на канале, друзья Но всему свое время Пока сейчас Разбираемся С LEGO С LEGO Звездными войнами Потом, я думаю, сделаю опять голосование На следующую игру Либо продолжать Там есть LEGO Star Wars 3 Либо уже какую-то Из других частей Посмотрим Ну и В воскресенье Это подкаст Либо серии по настроению Тут тоже все будет Зависеть от моего Свободного времени Может быть Какие-то первые взгляды Не Сразу Говорю, что Может быть Когда-то В какие-то дни Будет еще какие-то дополнительные Выходить серии Это уже Тоже все зависит От свободного времени Но я думаю Вроде все сказалось Какие-то есть еще вопросы Друзья То спрашивайте в комментариях В группе Обязательно вступайте в группу Там Вот Про Про клуб Клубы FIFA И все-все-все В основном Все Все какие-то новости Я туда Либо на своей страничке Вконтакте Либо в группе Так что Всех Жду Ну что ж Всем спасибо за прослушивание С вами был Локи Мы увидимся В прохождениях И Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok